Ну, в принципе, да, мы можем начинать, окей. Я буду не до конца, я без вести где-то уйду. Нет проблем. Рафзеев, ты можешь начинать? Да, окей. Всем добрый день. Не знаю, кто меня видит, кто меня слышит. Мы продолжаем, я Зеев Рубинс Бадбад, мы продолжаем учить 13 принципов веры Рамбама. И мы на прошлом уроке, значит, мы пытались взять БХ за рога, и понять, как может человек быть сотворен по образу и подобию. И Рамбам, значит, приводил мнение антропоморфистов, которые буквально понимают Святого Писания, он имел в виду евреев, которые говорили, значит, что если человек – это образ Бога, то, зная, что такое человек, мы можем сделать вывод, что такое Бог, в том числе и физически. Рамбам говорит, что здесь все от начала до конца криво и неверно, что, во-первых, само тождество обратно не работает по логике, это раз. Во-вторых, они даже не знают, что такое человек. И мы договорились, исходя из Рамбама, из первой главы, Мурен и Вухим, первая книга, первая часть, первая глава, что это подобие Рамбам разбивает на образ целям, предложенный термин «облик» – Тор, и в итоге из любого определения Рамбам приходит к выводу, что подобие – оно душевное. А именно, осага, сихлит – это интеллектуальное достижение, что человек подобен Всевышнему тем, что у него есть душа, и он может приближаться к Всевышнему, изучая себя, изучая законы мира, постигая окружающий мир, постигая божественность, и в этом проявляется подобие. То есть подобные структуры могут общаться между собой, если бы, это не написано, это я просто, как это, добавляю, если бы человек был неподобен Всевышнему, то, представляется, контакт между человеком и Всевышним был бы, мягко говоря, проблематичен, если вообще возможен. И в этом цель, подобие, то, что человек смотрел по образу подобия Божьему, чтобы человек общался с Всевышним, так как, наоборот, происходит, да, Всевышний послает дождь Адаму, послает ему жену, послает разные испытания, задачи, окей. Значит, если мы уже, да, значит, говорили про вот эти вот очеловечивания Всевышнего, антропоморфизмы, да, значит, соматизмы, да, значит, и зачитывали, да, значит, самые разные главы из первой книги Мурен и Вухим «Источника заблудших», что это все метафизически, то теперь пришла пора поговорить про атрибуты Бога, про атрибуты Бога. Что такое атрибуты Бога? Посмотрим, например, ну, например, глава, глава 56. Да, значит, какие у нас есть атрибуты Бога, их много. Значит, например, у нас в соответствии с этим, с предыдущим текстом 56 главы, подобало бы понимать, что те, кто убеждены в наличии сущностных атрибутов, это вот антропоморфисты, которым описывается Творец как сущий, живой, могущий, знающий, валящий, проявляющий свою волю, да, то есть у нас есть определение Всевышнего в Торе, как Бог сущий, Бог живой, Эльхай, Векаям, могущий, знающий, проявляющий волю, не может, и так далее, не может быть, чтобы эти понятия применялись к нему и к нам в одном и том же смысле. Очень важное замечание. И чтобы отличие этих атрибутов от наших атрибутов составляло в том, что те божественные атрибуты превосходят их величием или совершенством, постоянством или устойчивостью. То есть, опять-таки, та же самая схема. Антропоморфисты представляли Бога, ну, совершенным и огромным по сравнению с человеком, поэтому здесь они идут по тоже, они очень логичны, люди, которые очеловечивали Всевышнего, да. Если у нас есть такие же вот атрибуты, как Бог живой, сущий, могущий, знающий, то это то же самое, как у человека, только еще более великое и более совершенное. Да, и поэтому его существование, как будто, сегодня Всевышнего, более устойчиво, чем наше существование, да. Его жизнь более постоянна, чем наша жизнь. Как известно, наша жизнь временна, она материальна, но заканчивается смертью, то, что мы читали по Рамбому, так выходит, что и Бог, он начальный и конечный, строго говоря. И поэтому, по мысли у этих антропоморфистов, его жизнь Всевышнего более постоянна, чем наша, его могущество более велико, чем наш, он больше может, но, соответственно, не все. Его знание более совершенное, чем наше знание, его воля более универсальна, более общая, чем наша, и так далее, и так далее, и так далее. Однако все это они думают неверно никаким образом. Рамба полностью это отвергает. Ведь сравнительная степень прилагательного потребляется только по отношению к вещам, которых соответствующее прилагательное вызывается соименно. То есть есть связь между именем и прилагательным. Это отдельная тема. И Рамбом тоже много описывает в нескольких главах имена Всевышнего. Мы дойдем до нее. Но, в соответствии с их, то есть есть некая связь между разными именами Всевышнего, их много, и разными атрибутами. Это по мнению вот этих вот антропоморфистов. Но, в соответствии с их воззрением, неправильно, о наличии сущностных атрибутов, мы видим, что Рамбом разделяет атрибуты на самые разные группы. Например, есть атрибуты величия. Есть атрибуты действия. Есть атрибуты знания. Там есть несколько групп таких, вот я некоторые из них перечислил. И поэтому, опять-таки, Рамбом их разделяет, эти разные атрибуты, по-разному и как в Писании их описывают, и как многие вот антропоморфисты превратно, скверно, неправильно их понимают. Но, в соответствии с их воззрением, о наличии сущностных атрибутов, точно так же необходимо, чтобы его сущность Всевышнего не была подобна другим сущностям. Это то, что мы говорили, что Бог один, его единство не подобно другим. То есть мы в сущности не можем человеческим ограниченным языком правильно выразить эту уникальность, это единство. И поэтому мы увидим, что один из известных, один из известных и души новинок Рамбома, он вводит концепцию отрицательных атрибутов. Мы можем точнее описать, что Всевышний не, чем описать, что Всевышний да. Итак, и надлежало бы, чтобы те сущностные атрибуты, которые они воображают себе в воображении неправильном, не были подобны таким атрибутам. Однако они же, вот эти вот антропоморфисты еврейские, теперь открою вам секрет, антропоморфисты опять-таки бывали самые разные, как пример, Рамбом приводит простолюдинов, простых людей, которые мыслят по инерции. Однако, я, может быть, открою вам секрет, есть книги по кабале из средневековой Испании, где описаны размеры Всевышнего. Вот он столько-то милей и столько-то, и столько-то, и столько-то. Понятно нам, что это кабла, что это нужно не понимать буквально, но если опять-таки неподготовленный человек возьмет, оказывается, антропофизм это нельзя, а каббалистам можно, то есть на самом деле, да, имеет место быть, ответ нет. Поэтому на самом деле, на глубоком уровне, опять-таки, Рамбом дискутирует негласно вот с этими вот каббалистами, он не согласен с их вот писаниями, воззрениями, которые придают Всевышнему размеры даже на уровне каббала. Итак, для того, чтобы ты понял идею подобия, имеется в виду атрибуты, каким образом мы пришиваем в кавычках Всевышнему разные атрибуты, стало очевидным, что сущий сказывается о нем превознесенном и о том, что не есть он чисто аммонетический, словесно. Аналогично слова «знание», «могущество», «воля» и «жизнь» применяются к нему, да пронесется он и ко всему, что обладает знание, могущество, воле и жизни. Чисто словесно, и нет никакого подобного смыслового подобия аналогии между двумя значениями. И не думай, будто такие слова высказываются неопределенно. Вот эти вот слова «знание», «могущество», «воля» и «жизнь». Ибо неопределенные имена есть те, что сказываются в вещах, между которыми существует подобие, в некотором аспекте являющимся их акцидентом. Акцидент – это проявление. И не конститующим сущность одной из них. Но те вещи, что приписывается Всевышним, будто произнесется он, никем не занимающимся умозрением, рассматриваются к акцидентам, так как все атрибуты всевышленные нам, по сути дела, есть акциденты согласно воззываниям мутакалимов, вот этих вот рационалистов. Опять-таки, в конечном итоге мы упираемся, что мы, люди, делаем, проводим негласно подобие между нашими компонентами человеческими, как физическими, мы говорили, рука, нога, престол, так и метафизическими – знания, видения, понимания, воля. Все вышесказанное содержит в себе кончат нагазательство того, что между содержанием приписанных Всевышнему атрибутов и самим содержанием этих атрибутов – знания, могущества, воли и так далее, которые нам известны, нет никакой общности. То есть общность только на словах. Наше могущество, то, что мы думаем про могущество и могущество Всевышнего – это абсолютно разные вещи. Разве только общность имени, словесная, один и тот же словесный корень. И раз так, то не подобает придерживаться убеждения, это неправильное убеждение, чтобы жизненные атрибуты, они добавочны к его сущности. То есть есть Бог, и есть еще аспекты какие-то, идеи, эдосы к нему. Ответ – нет, все есть единый Бог. Еще примеры атрибутов. Например, 64-я глава. Слава Господня. Классический атрибут. Та явила слава Господня к Моисею, в мешках, в срам, в пустыне и так далее. Выражение славы Господня иногда подразумевается сотворенный свет, который Бог водворяет в каком-то месте, то, что мы знаем «шхина» – божественное присутствие, чтобы чудесным образом возвеличить это вот божественное присутствие. Например, цитаты. «Я осянила слава Господня гору синая, покрывала ее облако». «И слава Господня наполнила скинью переходной храм». Иногда же в этом выражении «слава Господня» подразумевается что-то другое, а именно саму истинность Его, что Бог – Бог истинный. Да повознесется Он, как в словах Моисея мы разбирали этот вопрос, «да мне видит славу свою». Да, Моисей, как раз, попросил «да мне видит славу свою», то есть «да мне видит свою истину». Хотя Рамбом, главу которой мы цитируем, говорит, что запечатлеть Его образ, узнавать Всевышнего, даже как узнаешь человека со спины, то есть полностью, абсолютно идентификацию. «На которой, дам людям славу свою, был дан ответ, ибо человек не может увидеть меня и остаться в живых». Обратите внимание, «меня увидеть не может». Славу увидеть может. Поэтому слава Всевышнего там иногда спускается, на гору Синай, при даровании Торы, в праздничных чудесах и так далее. Этот ответ указывает на то, что упоминаемо здесь слава. Вот атрибут славы Всевышнего. Это Его самость, это Его сущность. Нет разделения между Всевышним, Его атрибутами. И Моисей употребил, оборот, «славу Твою», чтобы выразить свое благоговение, аналогично тому, как мы разъясняли предложение, скажут они, как Ему имя. Когда Бог открывается Моисею в Медяне, Он говорит, «А они мне, евреи, не поверят, и спросят, как Его имя, в чем Его сущность, да? Не обманываешь ли ты нас?» Еще один из примеров атрибута Всевышнего, 21 глава. Извиняюсь, 20 глава, значит, где упоминается Всевышний, возвышенный и превознесенный. Изначально в этой главе Рамбам разъясняют слово «рам», возвышаться, быть высоким, физическое слово. Есть «наса», это другой корень, который означает близкий, похожий, но не то же самое. Но, пишет Рамба, кроме вознесения физического, это относится к человеку, есть еще и второе значение этого слова, например, «возвыситься царство». Это то, что мы говорим в кадишах. Итак, как же всякое выражение, применяемое к Богу от этого корня, подразумевает последний смысл? «Подними, судья земли, ибо так сказал возвышенный и превознесенный, комарам ваниса». Это цитата из порока Исаии, знаменитая, 57 глава Исаии. Этот атрибут подразумевает возвышенность, это мы уже знаем, «однако и кроме того величие и могущество, а не высота местоположения». Таким образом, опять-таки, «возвышенный и превознесенный» это не физическое, это метафизическое величие и могущество. Таким образом, опять-таки, вот эта вот метафизика, вырывание из прямого контекста и перевод на что-то более духовное, это постоянная линия, которую Аббом нам здесь проводят. «Тебя же, возможно, затруднит мои слова возвышенность, достоинство, величие, могущество». Цитаты. И ты можешь сказать, вопрос, который он задает сам себе, «Как же можно делать несколько значений за одного слова?» Ведь они вроде как противоречивают. Если мы говорим про человека, некая физическая высота, там какой-нибудь царь, невыхадоносор, вознесся на другими царствами, то же самое голову потребуется, не сам. А когда говорим «Севышний, поднимется вот сарасшим другие вещи», «Однако, в дальнейшем тебе будет разъяснено, что для тех, кто достиг совершенного постижения, постижения Всевышнего, Бог, да произнесется, он не описывается множеством описаний». Таким образом, вот эти вот все описания Всевышнего вообще, и с антропомофизмами, рука, нога, глаз, ухо, и действия, и атрибуты, это для тех, кто не постиг Всевышнего по-настоящему. Это разные описания, которые людям разного уровня женщинам, детям, неприсналам Торы, позволяют понимать аналогично этот принцип, который мы говорили, Дебра, Турак, Льшон, Геодам, Турак говорит чеческим языком, Ирам, потом мы увидим, сам говорит, это важный и правильный принцип, верный. И все эти многочисленные описания и имен Всевышнего, и самого Всевышнего, и его атрибутов, указывающие на величие, силу, богущество, совершенство, благость, и т.д. и т.п. и тому подобное. Все не сводится к одному понятию, да, вот этот вот Бог Едину, которого нет подобного Единства. Это понятие есть его сущность, и ничто в ней его сущность. Впоследствии ты получишь главу, посвященную именам, это будет во второй части, Мурану Хим, и атрибутам. Цель же этой главы, глава 20, первая часть Ведителя, объяснение того, что смысл и значение эпитетов, рам возвышенный и носа превознесенные, не высота физического местоположения, а высота статуса. Окей, то есть мы привели примеры разных атрибутов, опять-таки очень-очень много, и тут есть много глав. Теперь, значит, я хотел поговорить по сути, как рамбом понимает атрибуты. У рамбом есть очень интересное правило. Значит, в своих главах он сначала дает первый абзац, такой убийственный, когда вообще ничего не понимаешь, что там сказано. Вроде каждое слово поддельности понятно, а со дня их мести. И после этого вся глава объясняет первое вот убойное предложение, которое очень часто целая длинная на уровне абзац. И так, поэтому сейчас мы в 46-й главе Барановых импутитов заблудших, первое убойное предложение, она же глава, и потом терпеливое разъяснение, оставайтесь с нами. Как мы уже упоминали в одной из глав этого трактата, этой книги, существует огромная разница между наводящими указаниями на существенные вещи, на существование вещи, исследованием ее истинности, чтойности и субстанции, а именно, указать на существование вещи можно посредством ее акцидентов, проявлений вещи в мире, даже иногда ее воздействий, даже посредством крайне отдаленного отношения между чем-либо другим. Итак, как мы знаем, что что-то в мире существует? Теперь объяснение этого убийственного абзаца. Например, ты хочешь поведать кому-то о правителе определенной области, одному жителю его государства, который не знает о правителе этом. Опять-таки, это не сегодня. Сегодня мы знаем имена правителей, мы знаем их фотографии, мы видим их видео. Всего этого еще сто лет назад не было. Поэтому рассказы Джека Лондона «Принц-Идищий», бесконечные хасидские рассказы, как царь переодевается и так далее, да были настоящие цари-императоры, которые переодевались и ходили, они реально были возможны еще совсем недавно. Люди не знали, как то, как выглядит. Иногда имен не знали, знали только царь-император. Поэтому рассказы про Петра I в русской традиции, это действительно так. И разные хасидские Майс, это действительно так. Человек мог переодеваться, и раввины переодевались. Никто не знал, кто как выглядит. Итак, ты хочешь поведать кому-то, рассказать о каком-то правителе, который есть, но в других областях про него неизвестно, ни его имя, ни как он выглядит, ничего подобного. Есть несколько способов, которые можем описать человека о писателе. Ты можешь поведать ему, этому человеку, о правителе, дать указание на существование этого правителя разными способами. Есть много критериев, как мы можем описать правителя. Например, ты можешь ему сказать, правитель это высокий человек с белой кожей, с седыми волосами, убеленный, сединами, нет там какой-то студент, прорвавший заквасти, как сегодня бывает иногда, или студенты, студентки, это убеленный, сединами политик, говоря нашими словами. Таким образом, ты поведаешь о правителе повстретного акцидента, то есть его проявления, то он высокий, седой, соответственно, можно догадаться, что он умный, бывалый, из белой кожи, аристократичный. Ты можешь сказать, другой вариант, он тот, вокруг кого ты увидишь огромную толку людей, конных и пеших, обнаженные мечи по сторонам, знамена над головой, гордость у ребят и так далее. Царь идет на войну, вокруг него войско, охранник и знамена, он едет один. Поэтому, то есть по косвенным признакам ты понимаешь, что самый уважаемый человек в центре это правитель, это царь. Поэтому мы находим, значит, что царей, значит, сопровождали конники, всадники. Сегодня это вот различные мерседесы, там, роллс-ройсы, мотоциклисты с плашками, которые ездят когда-то уже в два страны. То же самое. Вот, таким образом, первая идея, как описать правителя, которого мы не знаем не о существовании, как он выглядит, как его зовут, это его прямое описание, как он выглядит. Второй способ, косвенное описание. Он в центре, вокруг него, все его подданное идет на войну. Или, третий способ описания вещи, он тот правитель, кто живет во дворце в таком-то городе, в такой-то стране. Да, то есть, дворец правителя, шато, компартии, все что угодно, да, это вот самый главный признак, чтобы давный человек в данной местности живет в нем, он главный. Есть еще вариант. Или, он тот, кто повелел воздвигнуть эту стену, построить этот мост. То есть, человек, который фундаментально изменяет, ну, не мир, но хотя бы нашу область, построить мост, и тогда, и сейчас, чрезвычайно сложное, дорогое, длительное занятие, да, воздвигнуть стену, мы не говорим про китайскую стену, да, стены Иерусалима, стены охраны любого города, это вещь, которая, опять-таки, на века, в хрониках, да, в скобках, поэтому, согласно Талмуду, когда, значит, Римляне разрушали старый храм, то один из князей, союзников, предложил не разрушать одну стенку, чтобы осталась на память о величии, могуществе Римской империи, это стеноплача сегодня, да, и так, есть еще у нас способ узнать про человека, который приказал воздвигнуть стену или построить мост, да, и это сделали, или упомянуть иные подобные этим его действия или его отношения к чему-либо другому. Таким образом, у нас есть много способов описать кого-то. Понятно нам, что Рамдон намекает на Всевышнего, сейчас мы это увидим, да, то есть есть в них объявители области, которого не знают, как мы его даже не докажем, а опишем кому-то незнакомому, вот различные версии. Ты можешь указать на его существование и более опосредственным способом, чем предыдущий. Например, допустим, тебя кто-то спросит, есть ли у этой страны правитель? Это вопрос, который, значит, согласно Медраш Раба, Авраам задавал себе относительно Всевышнего. Значит, Авраам, написано, что знал Всевышнего в три года, значит, и значит, он спрашивал, согласно Медрашу, кто самый сильный солнце, потом он со солнцем, смелая его луна, сказали, луна победила этого правителя, пришли звезды, так, все вращалось, пока он понял, что есть кто-то выше солнца и луны, когда снова пришло солнце, снова победил луну, да, поэтому, значит, Медраш формулирует коротко, значит, есть ли хозяин этого дворца, под дворцом подрезается наш мир, согласно Медрашу, появился, тут же Всевышний сказал, я хозяин этого дворца. То есть, Авраам и сам постиг существование Всевышнего, и Всевышний подтвердил его догадку, ему открылся. То есть, здесь есть двусторонняя картина. Итак, допустим, кто тебя спросит, есть ли правитель у этой страны, перевод, есть ли Всевышний в этом мире, и ты ответишь ему, да, несомненно, и когда он тебя спросит, а каковы признаки, указывающие на это, что у страны есть правитель, ты скажешь ему, вот тот меняло, человек меняющий деньги, как видишь, человек слабый, низкорослый, перед ним большая куча динаров, человек меняет деньги, масса денег, слабый, охраны нет. А вот другой человек, огромный и полный сил, но он бедняк, и он стоит перед ним и просит подать ему грош, знаку благотворительность. А тот, слабый меняло, хилый, не только не исполняет его просьбу, но бронит и выгонит прочь ругательными словами. Окей, это зарисовка из эпохи жизни Рамбо, средневековая Испания. И если бы не страх перед правителем, вернее, перед порядком, который установил правитель в этой стране, то бедняк, тот час же отобрал бы деньги, убил его или просто толкнул и забрал ему деньги. Но из того факта, что он этого не делает, бедный силач, показывает нам, что в государстве есть какой-то порядок, если есть порядок, есть тот, кто установил этот порядок. Вот это, то есть все, что это не происходит, что есть определенный социальный порядок в обществе, справедливый, несправедливый, даже другая история, но он есть. Вот это наличие социального порядка и указывает, что в этом государстве есть правитель. То есть, опять-таки, мы говорили, что Таня у нас спрашивала, здравствуйте, Таня, значит, что можно ли доказать существование Всевышнего. Вы очень удивитесь, Рамбо начинает вторую часть пудителя заблудших, главами, в которых он излагает доказательства существования Всевышнего. Очень тяжелые главы, очень абстрактные, мы не будем их учить. Вот. В любом случае, один из критериев, значит, возможных путей доказания Всевышнего это то, что в мире существует порядок. Окей, поговорим. Выходит, что указание на существование правителя ты нашел в упорядоченном состоянии общества. Какое имеет причина быть страх перед правителем бознь кары. Да, это то, что говорит поучение отцов, что если бы не власть, вернее, страх перед властью, а не сама власть как таковая, то люди бы живьем глотали друг друга. Поэтому нужно благословлять любую власть, которая заботится о порядке, что люди не глотают друг друга живьем, нет разглопреступности и так далее. но среди приведенных нам выше примеров нет ни одного, чтобы указана сущность правителя. Я считаю только о простом факте, что правитель есть. Но каков он, исключением первого описания, что он высокий, убеленный среди нами политик, и нет данных на его истинную субстанцию как правителя. Опять-таки, на физическом уровне, это логично. Если люди не знали, как выглядят их правители, как их имена, кроме того, что есть царь и так далее, то тем более они не знали, какова сущность этого человека. И на этом, опять-таки, основана масса рассказов, да, там царь вдруг становится бедным, его не узнают. Есть даже такой, мне тогда про царя Соломона, как его ашмадай царь черти перехитрил, сделал бедняком. Есть версия, что Джек Лондон взял, значит, за конвуз своего сюжета эту историю. И люди не узнают, не только физически не знают, как царь выглядит, но они и по поведению не понимают. Они реально не знают, что такое быть аристократом, что такое есть хорошую еду и так далее, и так далее, и так далее. То же, что происходит, то же самое происходит, когда любая книг, когда любая из книг пророков, а также Тора, как пророчество Моисея, преподает толпе знания о Боге великим и могущим. Обратите внимание, Тора и пророки дают знания толпе. То есть, это начальные знания, не конечные. Боге великим и могучим, опять-таки, атрибуты. Ибо необходимость заставляет нам давать наставления всем людям о существовании его. То есть, наша проблема, что нужно всем разным людям, которые находятся абсолютно на разном уровне знания, понимания, интеллекта и так далее, нам нужно всем этим людям дать что-то общее и одинаковое. Это проблема. Поэтому необходимо заставлять нас давать такие наставления и о том наставления, что Он Всевышний обладает всеми совершенствами. То есть, о том, что Он не просто существует, это первое важное знание, мы говорили, что Рамба Мова записывают в самом начале Мишна Тура, это первое Галаха. Ну а также, как существует Земля и Небо, то есть, это факт, который любой человек знает и понимает, что Он Всевышний сущий, живой, всеведущий, всезнающий, всемогущий, что Он Всевышний деятельный, то есть, Он вышел на пенсию после сотворения мира, как писал Вольтер, а также обо всех прочих верованиях, которым нужно придерживаться по отношению к его существованию, как будет объяснено. То есть, по Рамбаму знание, что Бог Творец существует, это хорошо, но это только начало, это не конец. А дальше, опять-таки, нужно понимать его атрибуты, и вот Он пытается объяснить, каким образом мы должны воспринимать эти атрибуты. И умы наставляются о том, что Он сущий посредством образов телесности, а о том, что Он жив посредством образа движения. Мы говорили, что все, что хорошее, Всевышнему записывается, все, что плохое, это ему не записывается. В одном месте Рамбам пишет, что так как у человека значит, есть такие захватывательные движения, то Бог, это хорошо, то Богу приписывается рука Бога. Но у человека есть желудок, там, и заворотки, шок, и расстройство, это что-то нехорошее, а Богу это не приписывается, ему не достойно иметь расстройство желудка. Ибо толпа не считает обладающего непреложным истинным и несомненным существованием ничего, кроме тела. Другими словами, стереотипно люди знают то, что они знают. Люди знают материальный мир, люди знают себя. Собственно, в этом проводится аналогия, то есть, мы все, каждый рисуем других людей в мире, как мы сами. люди мыслят аналогиями. Кроме того, что Тара воспринимает эту идею и говорит как язык человеческий, мы сами, каждый из нас, проводим аналогию между собой и другими человеками, людьми. И это, конечно же, неверно. И поэтому, опять-таки, здесь, на уровне атрибутов, толпе, простым людям, известно тело, свое, другие тела, а все то, что не есть тело, но присутствует в теле, например, внутренний орган имеется ввиду, наделено, по их мнению, существованием, однако, менее полным, чем тело. Ну, например, кровь. Кровь существует, эта штука известная, значит, но, опять-таки, она внутри, она уже там, это какая-то проблема. Самое лучшее, это то, что снаружи. Поэтому, опять-таки, мы видим, Рамбом пишет, что кроме сердца, который важнейший орган, остальные внутренние органы не достигли, в кавычках, статуса, что их стали приводить в атрибуты. А сердце, как орган важнейший и известный людям, и воспринимаемый, положительный, хорошо, вот, с сердцем человека связано много и метафор, и пословиц, и поэтому на сердце у Всевышнего тоже там, якобы, что-то лежит. Поэтому, опять-таки, вот это вот кровь, например, может быть, хороший, может быть, плохой, и даже еще в Средневековье лечили людей, выпускали им кровь, плохую кровь выпускали, может, человек не знает. Окей. То же, что не есть тело, не присутствует в теле, да, значит, оно не представлено никакими представлениями у людей, ни особенностей, ни воображений. Подобно этому не может толпа представить все понятия жизни в отрыве от движения, да, жизнь – это движение, нужно двигаться, нужно бегать, и так далее. И то, что не свойственно направляемой воле в пространственное движение, не является для них жизнью. Как мы сегодня это знаем, карантин. Люди не могут сидеть в карантине, вон выходят драться с полицией, там, в Берлине, в Израиле, в Москве, где угодно. Человеку нужно движение, человек не может без движения, даже сидя дома, отдохнул, поспал, поел, люди хотят движения, для человека движение – это жизнь, и поэтому опять-таки, мы видим, что человек не может без движения, человека нельзя запереть, он не животное, даже животному тяжело в клетке, человеку тем более. И так для человека жизнь ассоциируется с движением. Да? То есть, также известно нам восприятие окружающего мира осуществляется посредством чувств, то есть зрения и слуха. Это дальнее восприятие, есть еще непосредственно близкое восприятие, это потрогать и покушать. Рамбом пишет и про то, и про другое, на язык, на нос, запах. И соответственно, мы не можем познать и представить себе передачи идеи, любой идеи, из души одного из души другого индивидуума, иначе, чем как посредство речи. То есть, звуков, артикулируемых губами, языком, или другими органами речи. Опять-таки, здесь, в данном случае, Рамбом, скобка подзывает, опять-таки, книги написать, мы все это можем в компьютере что-то написать. То есть, наша передача идей осуществляется нашими органами, или языком, или руками письмом, но, опять-таки, поэтому мы всегда поражаемся телепатией, какой-то интуиции, вещи, которые происходят совершенно по непринятым нам формам передачи информации, очень нестандартным, непонятным, таинственным, загадочным. То есть, это уже не совсем человеческая форма передачи идей. Передавать идеи, это вот очень важная вещь. И тогда, и когда, нужно будет настаивать наши умы так же на то, что он, перевознесенный, постигает. То есть, мы пытаемся постичь то, что Всевышний постигает. И Эдосы, идеи, как говорил Юра, говорит, аспекты передаются от него к пророкам. То есть, Всевышний передает какие-то идеи, мысли пророкам, они передают их нам, потому что мы не можем напрямую контактировать все люди со Всевышним, есть избранные пророки, чтобы те пророки передали их нам. Тогда был он, Всевышний, описан нам, толпе, простым людям, как слышащий и видящий. В том смысле, что он постигает эти вещи, видимые, слышимые, знают их. И был он для нас, для простых людей, описан говорящим в том смысле, что Эдосы, идеи, переходят от него превознесенного к пророкам. И в этом состоит понятие пророчества. Чему будет донос, человеку еще объясняет. Рамба много пишет пророчества, будем говорить. То есть, схема следующая. Мы, люди, передаем идеи или языком, или письмом, или еще какими-то физическими способами. Всевышний, опять-таки, должен упрощать какие-то мысли, идеи, которые вам передаются. Поэтому есть пророки, некие посредники. Поэтому, видите, пророк, он посредник, который точно передает слова Всевышнего, мысли и образы тем, кто его слушает. И поэтому так велик грех лже пророков, которые искажают, врут, выдают от себя какие-то вещи, которые искажают и сам месседж, и саму божественность, и что нужно делать, и так далее. Поэтому пророки нам, опять-таки, они вот упрощают для нашего понимания, и тогда уже фигурируют атрибуты, слушающие, видящие, знающие, и так далее. И также, подобно этому, поскольку толпа не может постичь этого, вот этой вот передачи информации не словесной, не вербальной, не текстовой, то нечто, что является живым, если оно не было душою, он, он, Всевышний, был описан для нас одушевленным. Так, как у нас есть душа, описывается пророками, что у Всевышнего есть душа. Всевышний задумал что-то, раскаялся, что сотворил там человека, навел поток, пожалел то, пожалел все. Как человек раскаивается, что ошибся в том или в другом. И хотя слово душа объясняли мы уже, у нас есть глава, да, значит, про душу, 41 глава, мы сейчас 46, там многозначный смысл, который, помните, там 6 смыслов, последний из которых, это вот неумирающая часть души, божественный кусочек души, который живет после физической смерти в будущем мире, да, смысл всех этих выражений душа Бога, что вот он одушевленный, в том, что он Всевышний живой. Живой не в смысле, что он мертвый, а что он существует в нашем мире. И поскольку непредставимо для нас, простых людей, рабом себя тоже, простым людям тоже, чтобы все эти действия совершались нами иначе, чем простедствием телесных органов, поэтому всякие вот колдуны, знахари, чудотворцы, их слово будет варианты пророки, которые могут пользоваться невербальными, нетелесными способами передачи информации, да, воображений, да, открылись небеса и видел я, да, значит, то есть мы не знаем передачи информации только при телесных органах, да, то есть руки, написать что-то, язык, глаза, уши и так далее, это наши способы передачи информации, то тогда Всевышнему были приписаны метаферически, как будто методически все эти органы, то есть посредством которых совершается пространственное движение у нас, у людей, пространственное движение, то есть ноги и ступни, уши, глаза, нос и те, посредством которых образуется речь, а также материя речи, под материя и речи, значит, подразумевается голос, а звуки это форма речи, в любом случае, опять-таки, то есть, закончим мысль рамбома, то есть, рот, язык, а также голос, эти органы, которые посредством каждый из нас действует, производят свое действие, руки, пальцы, кисть и предплечье, то есть, мы видим, что опять-таки, происходит очеловечивание Всевышнего из-за людей, невозможности нам дать четко и понятно описать невербальное, нетелесное передачу информации, в скобках заметим, что здесь также лежит и проблема, опять-таки, идолопоклонства, да, то есть, в момент, когда мы начинаем даже метафорически, то есть, методически описывать Всевышнему понятными человеку образами, понятными формами передачи информации телесными, в момент, когда мы стали рисовать руки и так далее, и так далее, и так далее, то дистанция до буквального воплощения в разных идолопоклонческих концептах довольно близко. То есть, здесь есть одновременно некая опасность. Подытоживая все это, можно сказать, что ему, который произнесен над любым несовершенством и всяким несовершенством, были метафорически, методически приписаны телесные органы, чтобы служить указанием на соответствующее действие. Руки что-то делают, глаза Всевышнего смотрят на землю Израиля от начала до конца года, да, и так далее, и так далее, и так далее, нос, голова, гнев. А эти последние действия метафорически приписаны ему, приписаны, чтобы указать на некое совершенство, а не на сами действия. Например, ему метафорически были приписаны глаз, ухо, рука, губы, язык, чтобы указывать на зрение, слух, действие и речь. А зрение, слух были метафорически приписаны ему, чтобы указать на общее постижение в самом общем смысле. поэтому, по этой причине ты можешь встретить в еврейском языке употребления слов, означающих один вид чувственного восприятия. По чувствам восприятия воспринимается не только потрогать хуша-мешуш, осязание, чувственное восприятие, а также слух, обоняние и зрение. Сейчас увидим. Например, предложение «узрите слово Господа», как написано в книге Шмуд, в Торе, имеет то же значение «услышьте», прислушайтесь к тому, что Бог говорит, ибо подразумевает следующее «постигайте смысл его слов». Аналогично во фразе «гляди запах сына моего», это Ицхак говорит про Якова, который переоделся Исавом. Это цитата из этой истории про благословение. Вот, смотри запах сына моего, опять-таки, мы знаем историю, Ицхак тогда уже не видел, поэтому, собственно, он и знал, кто перед ним, кто ты, сын мой. И Якова говорит, я сын твой, Ицав. «Гляди запах сына моего», словно говорится «понюхай запах сына моего». То есть «гляди», не буквально «гляди», фигурально, метафирически. Ибо здесь подразумевается восприятие запаха, то есть он чувствует и обонял его, сказал «это запах сына моего». В этом же смысле сказано весь народ видит голоса. Это при дарвании Торы на Гересинай. Да, известное место видеть голоса. Голоса обычно слышат. Вместе с тем, это состояние было также и пророческим видением. Имеется в виду, как известно, вообще принято в нашей общине, в общине евреев. Что имеется в виду? Когда человек получает пророчество, у него все органы чувств сливаются вместе и Палмуд говорит напрямую, что все те, значит, кто был евреем, которые были при рассечении Красного моря, увидели, значит, вещи на пророческом уровне больше, чем Ихескель бен Гузи, пророк Ихескель. То есть они на тот момент были на уровне пророческом выше, чем Ихескель в свое время потом. И то же самое относится к дарванию Торы к первому из первой десяти заповедей о Господе Богу, которую все слышали. Это было пророческое введение, это не опечатка, не описка, как говорит Блескокритика, там пьяный редактор ночью что-то дописал в пустыне или во втором храме. Нет. Это указ как раз на уровень пророчества, что все, кто получили Тору, у них зрение и слух и другие все, значит, эти вот четыре чувства. Зрение, слух, обоняние, осязание, четыре, да? Они слились едино, поэтому они слышали голоса. Вместе с тем, это состояние, которое пророческое состояние, оно было, да, то есть на уровне пророчества, и были метафорически приписаны ему действия и речь, чтобы указать на некоторую эманацию, исходящую из него, как будет объяснено. Таким образом, всякое телесное орудие, приписываемое Богу, которого ты встретишь в пророческой книге, телесное орудие, там, у Бога есть колесница, рамбом подробно останавливается на массе мерковат, из целой главы не одна, престол слаб, он будет про это говорить, то есть, либо орган пространственного движения, который призван указывать на жизнь, что Бог живой и сущий, либо орган чувств, указывающий на постижение, глаза Бога от начала года до конца года, либо органы хватательные, рука Бога, нога Бога, указывающие на действия, либо органы речи, да, значит, устав Всевышнего, указывающие на эманацию интеллекта, воспринимаемые пророками, как будет объяснено. И назначение всех этих метафор, опять-таки, самых разных, есть телесные орудия, вещи, которые Всевышнего окружают, его колесница, его престол, и так далее, есть органы речи, и так далее, есть органы нога, рука, и так далее, все это метафоры, назначение их направит нас на признание того, что что есть сущий и живой, который все создал, и который постигает то, что сделал. То есть, все эти метафоры, они должны привести нас к признанию не просто, что есть Бог, а каков Он. То есть, грубо говоря, это вызывает нас вопросы, а как такое может быть? И таким образом мы видим, что Тора с одной стороны упрощает описание, подстраиваясь под самого последнего человека, самого простого, под толпу, с одной стороны, а с другой стороны это правило Талмуд, которое называет Даршени, прокомментирую меня. Любой человек, который пытается понять божественность, скажет, ну как такое может быть? Бог, у которого есть рука, у которого есть нога, чем отличаемся Бог поклонников, что ничем. Таким образом, это такая затравка, методика, чтобы человек сказал, нет, нужно эту тему остановиться и исследовать, что это за такие атрибуты, что за странная вещь? Бога, у которого есть рука и нога. В дальнейшем, когда мы будем заниматься вопросом об устранении атрибутов, о, устранение атрибутов, запомним это, это очень важная вещь, это вот концепция отрицательных атрибутов рамбома, мы объясним, каким образом все это, все метафорические вот эти вот вещи, относятся к одному, к одной только самости его, к его сущности Всевышнего. Цель же настоящей главы ограничиться разъяснениями телесных органов, которые ему приписываются. В свою очередь, действия, которые являются для нас, людей, совершенными, они приписываются Всевышнему, как эталону совершенства. Это то, что сказали наши мудрецы, Тура говорит на языке о любви. Итак, примером того, что ему приписываются органы пространственного движения, мы сказали, движение – это жизнь, в людском понятии, могут служать такие предложения, как «подножие ног моих» и «Шаяу», 66 глава, одна из авторов, «место ступеней моих» и «Хескин». Примеры того, что ему приписывают захватательные органы, рука господа, мы это с вами знаем много раз в Торе, книге «Шмот». Перст Божий – это палец Божий, когда там десять казней были, когда поначалу волхвы египетские могли некоторые казни повторять, с определенного этапа они перестали конкурировать с Моисеем, приходят к фарону и говорят, это перст Божий, это палец Божий, мы это не можем повторить, ладонь свою – это псалмов царя Давида. Мышца Господа, на ком явился энергетический вопрос. Собственно, в Торе описывается сход из Египта и в пасхальной годе мы цитируем, что Господь вывел евреев из Египта мышцей усиленной рукой простеркнут. Мышца, рука, анатомия полная. Десница твоя, Господи, правая рука Всевышнего и так далее. Псалмы. Кроме того, ему припишутся органы речи, ибо как изрекли уста Господа, ну, естественно, звучит по-порочески, да, царь Давид в псалмы, открыл уста свои для тебя. На это говорит Йов, мы с вами немножко читали Йова вначале. Голос Господа могуч, псалмы царя Давида, язык его как огонь пожирающий. Это вот книги шмот, книги исхода, перед исходом из Египта. Примеры дальше приводит Рамбом. Примеры того, что ему препятствуют органы чувств. Глаза его видят, вежды воспытывают сынов человеческих. Псалмы. Глаза Господа блуждают по всей земле. То, что мы видели в книге дворим. Преклони Господь ухо свое услышь, царь Давид просит в псалмах. Ибо пламя разожгли в днев воем. О, это же наша автора, которая сейчас была. Вы читали из пророка Иеремии. Разожгли мой огонь гнева моего. Цитата, которую мы вчера в шаббат читали. Опять-таки, да, то есть, итак, у нас есть несколько вещей. У нас есть органы пространственного движения, руки, ноги. у нас есть органы речи, да, значит, и у нас есть человеческие проявления, гнев, радость и так далее. Ему не приписывается метаферически никакие внутренние органы, за исключением сердца. Почему? Поскольку соответствующее слово многозначное, сердце слово многозначное, и сердце также означает разум, и кроме того, сердце является первосновой жизни любого живого существа нашего, мекопитающего. Ибо в предложениях волнуется утроба моя о нем, меай, в дословном переводе мой желудок или мои кишки. Мои кишки волнуются о Всевышнем, правда? Цитата из Иеремии. Волнение трубы твоей, тоже опять-таки, меай их, твои кишки. Так же подразумевается сердце, поскольку слово меай, утроба употребляется как в общем, так и в специфическом, специальном смысле. В специальном смысле на самом деле, на простом уровне, это слово означает кишечник, кишки, перенос на желудок. А в общем смысле, любой внутренний орган, в целом, моя внутренняя сущность, физическая, в том числе, оно имеет значение сердца, вот вам пример, кишки означают сердце, как указывают на это предложение и учение твое в утробе моей, из Псалмов. Псалм 49, 9-ое предложение, которое равнозначно, чтобы мы сказали, правды твои не скрываю я в сердце в моем. Сердце может сказать правду, метафора. И поэтому в цитированных стихах говорится, волнуется утроба моя. Это прямой перевод. Волнение утробы твоей, при выражении волноваться, мы, конечно же, соотносим сердце, а не реальную утробу, желудок и кишки. И поэтому мы говорим и можем перевести это правильный смысл, волнуется сердце мое во мне. Это правильное описание. Подобно этому ему не приписывается метафорический плечо. Почему? Ибо оно по плечо, по общепринятым человеческим представлениям является орудием для переноса тяжестей, а также потому, что оно непосредственно соприкасается с переносимой вещью. Слишком физический орган, слишком прямолинейное использование. Тем более не приписываются ему метафорические органы пищеварения, желудок, достеперстная кишка, язва желудка, вон доктор Перец нам расскажет, все эти вещи Всевышнему не приписываются, поскольку связанные с ним несовершенства явно для любого человека с первого взгляда. По сути же статус всех человеческих органов, как внешних, так и внутренних, на самом деле одинаков. Все они являются орудиями различных функций души. То есть, у нас есть длинный список, какой орган, чему параллелен душевно. Значит, есть Медра Шраба, где описывается, значит, что клоет, почки, советуют, и так далее, и так далее. Какая связь между бочками и советами, окей. То, опять-таки, это вот некая парафраза. Все они, все органы являются орудиями различных функций души. То есть, есть параллели между духовными качествами и разными органами души, то, что мы и сказали. Среди них орудия необходимы для поддержания жизни индивидуума, для поддержания определенного времени, сердца и не только. например, все внутренние органы, орудия, необходимые для продолжения рода, органы размножения, орудия, служащие для улучшения состояния индивидуума, совершения функций, как руки, ноги и глаза. Они улучшают и нашу жизнь, и мир вокруг. Все они служат для совершенствования движений трудовой деятельности и достижения. Это вот асагасихлид, интеллектуальное достижение активного интеллекта. Движения же необходимо живому существу, чтобы устремляться к полезному для него и избегать вредного. Ожирение мы искали сегодня, избегать вредного, да? Чтобы отличать полезное от вредного. Поэтому потребность человека в производительной деятельности, например, для приготовления пищи, одежды и жилья, необходима всей его сущностной природе. То есть человеку приходится обрабатывать то, что он хочет сделать пригодным для себя и для своей жизни. Даже у некоторых животных встречаются определенные виды местных деятельностей и навыков, поскольку у них есть потребность таких же навыков. И я не думаю, говорит Рамбом, что кто-либо усомнится в том, что Бог не нуждается в какой-либо вещи для поддержания своего существования, для устроения своего состояния, и потому, что у него нет орудий, я имею в виду, что он будет очень интересным. Однако он действует посредством самой самости, а не посредством орудий. То есть Рамбом говорит, упрощая его фразу, я не думаю, что Богу нужны все эти орудия, которые нужны нам, одежда, питание, и тому подобные вещи, и я не думаю, что Богами пользуются для себя. Рабжейф, извиняюсь, мы можем закончить через пару минут? Да, мы заканчиваем абзац, и мы заканчиваем. Окей. Способности, несомненно, относящиеся к числу орудий, также не присущи ему. У человека есть способности. У кого-то есть, у кого-то нет. Иначе говоря, в нем, во Всевышнем, не существует ничего, помимо его самого самости. Не знаю, как это сказать по-русски. Посредством своей сущности, чтобы Бог действовал, познавал и желал. Мы говорили, что Бог действует посредством воли. Это абсолютная воля, которая выливается в Ашгаха партии в Божество правильное миром, ибо атрибуты, которые мы ему приписываем, это те же способности человеческие. Различия только в наименовании, в словесные различия, ни в чем другом. Окей. Здесь, пожалуй, мы остановимся. То есть, мы сейчас изучаем атрибуты Всевышнего, да? Мы изучаем атрибуты, как они, что они и зачем они. И пока что мы увидели, что кроме того, что понятны атрибуты метафизические, они также намекают человеку, иди и учись. Все эти атрибуты не на самом деле. Пойди и спроси себя, как такое может быть. Да? То есть, Турак говорит, Даршени, прокомментируй меня. Это наша обязанность каждого человека. У меня на сегодня все. Вопросы? Ты знаешь, у нас есть проблема с вопросами, потому что не факт, что кого-то сложно и человек тоже не работает. Есть какие-то странно-глючные поведения зума. Но я надеюсь, что запись будет, а вопросы как бы в Телеграме или на следующем уроке. Вопросы на следующем уроке. Ладно, хорошо? Все. Счастливые пока. У нас... Спасибо, хорошей неделе, что вы готовы, будьте благословенны, до свидания, шалом, следующий урок послезавтра, во вторник в то же время. Пока. И у нас сейчас будет...